Возвращаемся мы в очень крутую съемку. Как им пришла в голову такая идея? Автоматы, сердечки, вы можете потрогать. У вас тут это, тиктокеры-то водятся? Это просто какой-то кошмар. Полгода не виделись. Недооценивать его талант, это будет грех. Всегда работать в ручном режиме. Было бы желание. Не надо вот этих вот всех стилистов. Марсмен, может, знаете, такого. Прошел, изучил. Нам пока что не удалось довести до совершенства. Давно хотели обучиться и сдать на права? Советуем обратить внимание на автошколу «Водитель». Лучшая автошкола в городе, филиалы во всех районах, рассрочка платежа на три части, современный автопарк, высококвалифицированные инструктора. А самое главное, мы все это проверили на себе, сняв целый выпуск «Блондинка за рулем», который вы можете увидеть на нашем канале. Ссылка на ролики на автошколу будет в описании к видео. А также по промокоду «Попасть в кадр» вас ждет скидка в 1000 рублей. Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале «Попасть в кадр». С возвращением меня и возвращаемся мы в очень крутую съемку. Сегодня мы снимаем в фотостудии «Неон». И с нами создатели Димея. Здравствуйте! Сегодня мы спросим у ребят, как им пришла в голову такая идея. Покажем вам, как мы тут поснимаем наших моделей, какие крутые задумки и фишки есть в студии у ребят, и что вы можете придумать с «Неоном». Какие планы на будущее? Так, ну смотрите, мы сами хотели давно пофоткать в «Неоне», и думали, где найти нормальные студии в Питере. Либо разные бары, кафешки с «Неоном». В общем, его не потрогать, в руки не взять даже, ну, чтобы какой-то создать атмосферу на фотке. В итоге мы решили сделать все сами. Еще и в такой непростой ситуации. Ну да, да. Расскажите, пожалуйста, какая цена вопроса, чтобы пофоткаться в «Неоне»? Ну, на данный момент у нас аренда в студии стоит всего 1000 рублей. Ну, в принципе, это по Питеру нормальная цена, стандартная, за час. По количеству людей у нас тут было максимум 15 человек. В принципе, фотки получились достаточно нормальные. Ну, а так, конечно, лучше, чтобы по одному приходили, потому что так больше времени на человек уделяется, и получается намного интереснее фотография. Хорошо. А вы сами фотографией занимаете или чисто организацией? Ну, вот Дима у нас фотограф. Я организацией занимаюсь полностью всей. Благодаря тому, что он тут часто фотографирует, он уже, в принципе, ведом профессионал. И... Ой, спасибо. Да. Не, ну, в плане... Извините, но чувствую, я здесь просто лишний. До свидания. Было приятно повидаться. Полгода не виделись. Для того, чтобы у него было больше практики, сделали такую цену, потому что, чтобы клиенты приходили, он, наверное, наращивал свои навыки в этой сфере. Но сейчас цену, наверное, будем на фотографии повышать, потому что так как он уже достаточно круто фоткает, поэтому недооценивать его талант – это будет грех. Вот, если посмотреть, у нас тут действительно все не присверлено, они прикручены, поэтому посмотреть на фотки, делать реверсы, как... Реферсы, или как они называются? Реферсы. Грубо говоря, хотите вот эту вывеску, чтобы она была прямо перед вами, вы ее снимаете, держите. Также неоновая гитара, хотите, взяли в ручки, все сфотографировали. Автоматы, сердечки, все, что у нас вы видите неоновое, вы можете потрогать, пощупать и сделать классный кадр. И даже надеть. А такой вопрос. А если надо что-то в моем стиле, именно под меня, вот я захочу что-то этакое, сможете придумать? Конечно, без проблем. Допустим, какой-то логотип или какую-то там... ...штучку. Это же все обоговаривается. Да, именно из создания вывесок, и мы делаем... Ты же у нас по другую сторону кадра, Паш. Ну что? Опять его. Сколько раз еще объяснять? Каждую съемку одно и то же. Я думала, тебя пополнил. Где вы? Верните. А, кстати, пишите в комментариях, если я вам нравлюсь больше, чем Светослав, а я знаю, что я вам нравлюсь больше, чем Светослав. А Светослав просто здоровый. Ну что, контрастное платье, неон, я думаю, что должно получиться круто. Еще Катя у нас сама себя накрасила в гримёрке по-быстрому, что получилось очень хорошо. Так что, девчонки, мотаем на луз, можно сделать себе макияж самостоятельно, и не надо вот этих вот всех стилистов, визажистов. Все можно сделать круто своими руками. Как получить крутые кадры, если ты фотограф, но никогда не работал с неоном? Самое главное – узнать свою камеру. Это, например, настройки ISO, диафрагмы, выдержки. Есть люди, которые, например, работают на режиме, который не ручной. Всегда работать в ручном режиме – это всегда помогает. В принципе, не всегда можно добиться при помощи объектива, вот вы берёте какой-нибудь там 50 мм и хотите сделать какой-нибудь портрет, полный рост. На нашей студии не всегда это получается. И поэтому вот надо вот уметь работать с объективом, камерой – это самое главное на самом деле. По освещению бывает такое то, что пересветы. Вот, например, мы настраиваем аппаратуру именно свет, то, что он слишком яркий и пересвечивается в неон. Мы делаем разные блики при помощи призмы, при помощи дисков. Это всегда вариативно. Кстати, в фотостудии есть ещё проектор, которым тоже можно сделать интересный свет. Что касается ретуши, я знаю, что достаточно непросто ретушировать фотографии с неоном, ты, я так понимаю, сам учился. Хватило мне где-то, наверное, месяца два, но это столько тонны материала я уже прошёл, изучил. Я до сих пор на стадии, можно сказать, учёбы. Вот именно что насчёт обработки фотографий. Ну, занимает у меня там одна фотография час-полтора от неона бывают пятна, которые тебе не нравятся, и тебе надо их, ну, растушевать, грубо говоря. Ты самоучка. Да, 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 всё. По ютубу, по всяким инспекторам из интернета. Так что, ребята, не надо покупать дорогущие курсы, было бы желание. Если вам будет интересно, конечно, в комментариях мы оставим ссылку на локацию, как связаться с парнями. Также присылайте нам другие идеи съёмок, может быть, тоже с неоном. У вас тут это, тиктокеры-то водятся? Тиктокеры заходили, приходили группы панки, приходили марсмен, может, знаете такого, он достаточно популярен в России. У него, кстати, вот в тиктоке завирусился трек «Пока ты думал, я думал». Да, да, да. «Пока ты думал, я думал». Там где-то ляма просмотра, в принципе, вот и стыки популярны, да. У нас был канал «Попасть в кадр», фотографии попали в «Нион». Как у нас с тобой с проектором работа сложилась? С проектором у нас, не знаю, это просто какой-то кошмар. У нас никогда не получается с ним, но я думаю, это будет отдельный выпуск, потому что с проектором нужно работать полноценно и явно не быстро. Сегодня же мы работаем в «Нионе» и действительно очень круто, кадры очень эффектные, можно буквально любой наряд надеть и будет очень круто. Тут всё зависит от вашего воображения. А я вам по секрету скажу, что мне всё равно понравились фотографии с проектором, так что это очень крутая идея. Мы вставим их в видео и сможете посмотреть и усовершенствовать то, что нам пока что не удалось довести до совершенства. Подписывайтесь на канал «Попасть в кадр», ставьте лайки, пишите комментарии, пишите нам свои идеи. Мы вас очень ждём. Всем до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok